Всем привет! В этом видео мы разберем разные способы создания повреждений, а в конце я поотвечаю на ваши вопросы. Поехали! Итак, первый способ, самый быстрый и простой, деформация с помощью материалов. Он используется, например, в игре Fortnite. Там у транспорта есть здоровье, и чем его меньше в процентном соотношении, тем сильнее помята машина. Кроме того, тут может пойти дым из-под капота и открепиться какая-нибудь часть кузова, но об этом позже. В общем-то, такие повреждения это скорее дополнительный показатель здоровья машины, чтобы в экстренной ситуации игроку не приходилось отвлекаться на показатели внизу экрана. С теорией разобрались, можем перейти к практике. Во-первых, нам нужна карта нормалей, которая будет имитировать вмятины. Далее, либо создаем новый, либо открываем уже имеющийся материал кузова. Берем карту нормалей. И от нее вызываем функцию Flight Normal. Эта функция делает карту нормалей плоской. А параметр Flatness значением от 0 до 1 определяет, насколько карта нормалей будет плоской. Теперь создадим параметр и назовем его, например, HealthPercent. И подключим его к Flatness. Также давайте сделаем следующее. Выберем параметр и поставим галочку на Use Custom Primitive Data. Это позволит нам вставлять значение этого параметра, не создавая Material Instance. В описании я оставлю ссылку на видео, где более подробно об этом рассказано. А я пока подключу Result к Normal. Применю материал и сохраню его. Теперь открываем Blueprint машины. Назначаем нужный материал на машину. И давайте теперь напишем код, по которому машина при получении урона будет деформироваться. Для этого будем использовать событие Damage, которое есть у базового класса Pawn. И первым делом в класс Defaults включим параметр CanBeDamaged. И далее вызовем событие Damage. Здесь есть три разных события. Но я выберу OnAnyDamage, потому как он срабатывает очевидно при любом виде урона. Теперь нам нужны две переменные типа Flow. Первая CurrentHealth. И вторая MaxHealth. Первая очевидно обозначает текущее количество здоровья машины, а вторая максимальное. При срабатывании события урона мы будем отнимать от CurrentHealth значение Damage, то есть полученный урон. Затем ограничивать результат от 0 до максимального значения. И уже полученное значения выставлять в переменную CurrentHealth. Далее берем меш и от него достаем функцию SetCustomPrimitiveDataFloat. В индекс указываем индекс параметра, который у вас в материале, в моем случае это 0, а в Value мы будем подавать результат деления CurrentHealth на MaxHealth. Ну и для отладки будем выводить через PrintString текущее количество здоровья. Основную часть мы сделали, ну а далее нужно, чтобы что-то наносило урон машине, что именно зависит от вас, как вы понимаете. Я же для проверки сделаю следующее. При нажатии кнопки G, моя машина будет наносить себе 10 единиц урона. Делается это с помощью функции ApplyDamage, где DamagedHector это тот вектор, которому будет нанесен урон, а BaseDamage это количество наносимого урона. Теперь выбираем меш, в разделе Rendering находим параметр CustomPrimitiveDataDefaults, в нем будет наш параметр, который у нас в материале, и стандартное значение, указываем ему единицу. Также нужно выставить в CurrentHealth и MaxHealth свои значения. Допустим, у меня максимальное количество здоровья машины будет 100, соответственно, по умолчанию в CurrentHealth у меня будет 100, и в MaxHealth также 100. Запускаем игру, проверяем. Я нажимаю на кнопку G и наношу себе 10 урона. И, как видите, у меня на машине появились небольшие вмятинки. Нажимаю еще раз, они стали сильнее, и так далее, вплоть до значения 0. Второй способ. Процедурная деформация. То есть, когда мы при столкновении перемещаем определенные вертексы в нужное место. Самый очевидный пример использования это Beamage Drive. Показывать, как сделать такие повреждения я не буду, по причине того, что я понятия не имею, как это сделать. Но это только первая причина. Вторая же, это то, что я абсолютно уверен, что в вашей игре это не нужно. Во-первых, потому что это очень ресурсозатратный способ, ведь, чтобы это выглядело красиво, нужна высокая детализация модели. А такие модели для компьютера и рендерить сложнее, и рассчитывать им деформацию. Во-вторых, я, как человек, поигравший более чем в 10 игр, где есть машины, а также лично сделавший гоночную игру... ...с открытым миром. Все ссылки в описании. Подписывайтесь в ближайшее время, я ее публикую. То есть, абсолютно объективно могу сказать, что такие повреждения в играх не нужны. Ни в симуляторах, но кроме Beamage Drive, ни в аркадах. Вместо них лучше использовать следующий способ. Но, в силу некоторых обстоятельств, рассказать о нем я смогу только в следующем видео. Поэтому, на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok